Я начинал эту книгу в самые глухие годы Тирании, давлевшей над двумя стами миллионами людей Я начинал ее в тюрьме, носившей название политического изолятора Я писал ее тайком Рукописи я прятал, и добрые силы люди, и не люди укрывали ее во время обысков Но если она дойдет когда-нибудь хотя бы до нескольких человек Чья духовная жажда заставит их прочитать ее до конца Преодолевая ее трудности, идеи, заложенные в ней, не смогут не стать семенами Рождающими ростки в чужих сердцах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok История небольшая совсем история этого фильма Потому что все-таки ко всякой работе надо как-то подойти И должны быть внутренние некие интенции, чтобы как бы что-то родилось И мы с реформой ушли как будто туда и стали реальностью Начался этот замысл у меня очень давно Я бы сказал, что очень давно В 90-м году, когда у меня было встречами всего два документальных фильма На центральной студии документальных фильмов, где я работал Начинал как ассистент, потом как режиссер В 90-м году я начал проходить в пространстве исторической философии Сам я кончил НГУ в философских путях, это первое образование Но там, конечно, этого не давали Но потом, после 90-х, когда, как вы знаете, этот шлюз Много-то прошло книг, которых мы не знаем И, соответственно, я прочитал «Розу мира» Мне дал ее прочитать этот человек, который я, как бы, мог Можно сказать, что учитель, не знающий, пережавший на много развития Он мне показал эту книгу Я, естественно, был под огромным впечатлением от «Розу мира» потрясен Потому что я увидел что-то родственное Я увидел тот объем, который как бы душа искала Чтобы каким-то образом увидеть весь объем мира И я там этот объем увидел Но оказалось, что этот человек, он знаком с Аллой Александровной Значит, Андреевой И он мне предложил к ней пойти в гость Соответственно, мы оказались именно в 90-м году На ее квартире Я побывал там и, как бы, впитал эту атмосферу Я видел рукописи Данилова, Даниловича Его зарисовки Такие карандашные Даже маслом работы видел Ну, короче, там, как бы, дух его Мы с Александром общались Очень интересно Но я удился тому, что она Была, так сказать, недостаточно, как на мой взгляд Такого Высокого мнения об этой работе Роза Мира Она не считала ее главной У меня такой песчинец Она считала ее удающимся порядком Вот Как бы мы разговаривали А потом мне этот человек сказал А ты не хочешь, как бы, поставить фильм Сделать фильм о Розе Мир И я говорю Нет, это какая-то среться Я в тупик поставил вопрос Но я подумал об этом И потом сказал Ну, это не во нужно Потому что тогда мы работали В кинотехнологии То есть на пленке 35 мм пленочки И чтобы добиться хотя бы какого-то эффекта Нужно многокрасное наложение Пленки на пленку Чтобы что-то сделать такое Нестандартное А тут же вообще, так сказать Иные миры Здесь Шаганакар Манитарный космос Сейчас это не реально Это невозможно И вот прошло Ну, я держал где-то В голове вот эту идею Я, как бы, чувствовал Что очень, как бы, хочется Не то, чтобы стать Соучастником А скорее ретранслятором Идеи, которая там заложена Вот этого объема Который там заложен Поскольку мне казалось Который где-то интересуется Этой тематикой Бизнесмен Омский Мы сделали с ним Пару картин Так сказать Об аномальных Влюблениях Съездили в Куниево И так далее Ну, ему понравилась моя работа И он меня спросил Что ты хотел вообще сделать В этом мире Я говорю Вот У меня даты идеи сделать Финно-Розик Пару-Зик Пожалуйста Сколько нужно денег Значит, теперь Что еще важно сказать Я, естественно, понимаю Что вот весь Этот грандиозный труд Нельзя визуализировать Одну картину Значит, нужно было взять Какую-то только одну Какую-то одну часть Не на спектр этого всего От труда Я решил сконцентрироваться Именно на Мета-историю государства Российской На этой книге Которая вложена Мета-история По-моему Называется Петербургский империй Там две книги И вот как бы Началась эта работа Самое сложное Как вы понимаете Сделать вообще сценарий Представьте, как мы Как это могли Философский трактат Визуализируй Потому что Вот этот мощный Ментальный класс Который там идет Соответственно Еще и общекультурное Оформление Подпись Он записал Ту информацию Которую ему Тогда В течение Несколько-тих месяцев Давали на нарах В тюрьме Он записал ее В образной форме Вот И это нужно Соответственно Оформить От определенным образом Каким-то образом Попытаться Создать ощущение Вот этой иномерности Потому что Ментальный история Это не просто история В принципе Вот Я думаю Мы после Фильма поговорим Об этом Здесь присутствует Евгений Файдыш Психолог Философ Который Писал книги О Участии Неномерного Неномерных сил В различных Культурах Андреев и его мистика Занимали Мое внимание Полностью Всецело Я никуда не мог Деться от мыслей О ней Это была уже Моя Личная мистика Ведь я родился Во Франции И мало куда Выезжал из нее Но я смутно Ощущал Что именно здесь Кроется разгадка Многих тайн Связанных С историей Человечества И моей родной Франции В том числе К счастью Мои ожидания Оправдались Именно в России Я обнаружил Нужные мне Информационные ресурсы Оказывается По книге Роза Мира Тут были сняты Документальные фильмы И даже поставлен Спектакль Где-то на Периферии Это было Удивительно Я так думал Видя вот этот Градиозный полотно В общем-то Здесь получается Такая Как бы Трекратная проекция Данил Леонидович Принял Определенную Образную систему Обменную информацию И Когда Эта информация Проходит через Сознание человека Через Его Ну соответственно Если Как он и писал Смыслы приходят Не в виде Текста Они приходят Как Некие Синкетические Образования Как он писал Смысл Звук Свет Форм И когда Она приходит В сознание Чайка Соответственно Возникает вопрос Как это интерпретировать А всего того Что у него Была только одна Возможность Перевести смысл В текст Это язык Он Этой системой Трансформации Смыслов Не воспользовался Значит Получилось Вот это Произведение Вот А тот Кто хочет Это произведение Трансформировать Через другой язык Он включает Свою сознание Соответственно В данном случае Я выступил Как вот этот Ретранслятор И Подставился Как все цели В этом плане Так сказать Мне любой Может сказать Насколько адекватно Или неадекватно Было передано То, что было Заложное им Во-первых Хочу сказать Нашим Другим гостям Что Альцент Викторович Викторович Кивкало Фильм Мы показываем Третий раз В декабре 2019 года То есть Три месяца назад Мы показывали Его великолепный Фильм Очень смелый Очень высококсиональный Под названием Поэт и война О замечательном Современном поэте Драматурге И общественном деятеле Александра Юрия Юр Васильевича Юр Васильевич Юрченко Тут потрясающий Был фильм К сожалению Народу было очень мало Что меня очень расстраивает Так что Мы сегодня Смотрим фильм Очень известного Высочайшего Профессионализма Документального И мы можем Стоять У такого уровня Кинодокументаризма Документалистики Просто в мире Нет сейчас Какой есть в России А BBC Показывает Про животных Неплохо Но серьезная Документаризма Философская Такая проблемная Документалистика Она сейчас Опережает Весь мировой Кинематограф В России Чем вас Поздравляю Во-вторых Я хочу сказать Что Я пропихела Фильм Во-вторых Этот фильм Делал Выдающимся Мастером Во-первых Прекрасная музыка Александр Платин Мне очень понравился Музыкальный ряд Потом Передали текст С помощью кино Это крайне сложная Задача Это очень сложная задача И здесь конечно Великолепный набор Спецэффектов Экранных И монтажа И работы с цветом С картинами С фотографией То есть фильм Сверхсложный Который даже Соответствует Самой работе Даниила Андреева То есть Замахнуться на такую Для меня например Просто было потрясение Что-то замахнулся На такую Сверхсложную Философскую работу И делал не в сложности Ее языка Даже А совсем Куда в более Серьезных вещах Вот И я конечно Считаю Что фильм Сделан Как Шедевр Современной Документалистики Что касается Текста Фильм Кажется Очень большой Работы Данила Андреева Избрана Были вот такая Вот Линия Метроизма Вот Интересная Картина Спасибо вам За интересную Работу Действительно То что Этот фильм Надо конечно Все время Напрягать Сознание Чтобы Мысли То есть Нельзя так Просто посмотреть Как развлекательный Но смысл Моего вопроса Вы хорошо Показали Вот Я кстати Читал Розу Мира И даже Там Стихотворение Написал Розу Мира Сам писатель Но смысл Я вот Все там Не мог Разобраться В этой системе Очень сложно Вот Благодаря Вашему Фильму Сейчас Все Уже Упорядочено У Истрара Демон И все Нет Ну то я так Понимал В принципе Но я имею ввиду Вы хорошо Показали Что вот Четвертый У Истрара Это значит Нынешний Демон Вот Действительно Мир Он Как бы Не затих И не затух А они Так и Остались Эти разрушительные Демоны Правильно Вы показали Очень сильно И хорошо Вот эти Темные Так сказать Как бы Управляющие Борющиеся Темные Началы С Деменовыми И Очень интересно Мне показалось Вот это Название Фильма Четвертый У Истрара И то что Вы показали Что вот Путин Он как бы Является Так сказать Выражением Ну Человек орудия Да Человек орудия Седьмое Там больше Это хорошо В общем-то Так хорошо Только Мне кажется Это даже Нынешний Власти Нормально Потому что Вы так В принципе Как-то Такого Конфликта Не сказать Но вопрос У меня такой Знаете Вы все Хорошо Показали Все Здорово И вот Именно Показали Движение Мира И Четвертого У Истрара Но Смысл То в том Понимаете Вот я Стихотарение Писью Как бы Написал Роза Мира В чем заключается Ведь Уван Данила Андреев Он хотел Из всех Религий Он Видел Что Создался Христианство Буддизм И Ислам Потом Создался Роза Мира Роза Мира Вот что Она Это Новая Либия Которая Будет Собер Как-то Об этом Так Маслитарш Это не задача Этого фильма Не хватило Нет Это вообще О другом Другой фильм Надо делать Потому что У вас Акцент На темном Все Было Это Конечно Тоже Важно Потому что Это Действительно Управляющая Борьба Демюрга С Такой вопрос Понятно Потому что Сама Роза Мира Что значит Это Другое Там же Необъятный Океан Но я Вот Единственное Что Хотел Заметить Говорили Мне В общем Получается Что Картина Она Много Такого Тяжелого Тяжелого Демонического Они говорят А где же Свет А где же Свет Ну вот Вы знаете Начинаешь Думать А если Давайте Посмотрим На всю Нашу Историю Она Разве Неадекватна Или Когда у нас Были Свет И какие-то Радостные Переют Когда Не было Серебря Получается Что Вот так И Террорист Занимает Родни Сознания Родни Сознания Это Раз Правда Из Нейши Вы Очень Много И Территор Поставить Такой Фильм Но Заметь Очень Высокий Родни Сознания И Лично Входить В эту Концепцию По-другому Это нельзя Невозможно То есть Все Это Понимать Находиться В этом Состоянии Нужно Поэтому Поставили Той Потрясающий Фильм Который Безбон И Наверное Шкоровский Не разрешил бы Если бы Все было По-другому Именно Такой Сам Патриот Директор Нашего Дома Ученых И То Что Вы Поставили Я Вас Чувствую Душой Потому Что У меня Очень Сильно Интуитивное Сознание У меня Чувствую Людей Кожей Если Я Потянул Человек Он Понимает Что Это В моем Круге Он Понимает Что Любовь К России К Родине Моя Безумная Любовь К России Поэтому Наверное Мы с вами Где-то Вместе Соединился Любовь Вечная Зеленая Не случайно Спасибо вам большое Они будут Дом Спасибо 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 Первое событие Этого рода Сыгравшее В развитии Внутреннего мира Даниила Андреева Огромную Даже Определяющую роль Произошло В августе 1921 Когда ему Еще не Исполнилось 15 лет Это Случилось В Москве На исходе Дня Когда он Бесцельно Бродил Возле Храма Христа Спасителя Перед ним Вдруг Открылся Бушующий Ослепляющий Непостижимый Мир Охватывающий Историческую Действительность России В странном Единстве С чем-то Неизмеримо Большим Над ней Великий Дух Когда-то Прошедший По нашей Земле В облике Серафима Саровского Приблизился К нему Склонился Укрыв Его Словно Ипитрахилеву Шатром Наплывавшими Оттуда В круг Сознания Позднее В разные Годы Подобные Состояния Повторялись Но Всякий Раз Опыт Был Совершенно Новым Время 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 Это же один из высочайших мистиков 20 века, не только российских, но в мире, наверное, никого рядом поставить нельзя. Человек-прошедший, конечно, тяжелейшие испытания, так что это действительно мистик, доказавший свою богоизбранность очень тяжелым аскетическим путем. Можно с тем же Махатмой Ганди сравнить с другими духовными подвижниками. Поэтому это не какие-то там ченнелинги, какие сейчас любят американцы нам впаривать огромное количество такой трэш-литературы. А это действительно реальное восприятие потусторонних миров, тонкоматериальных миров, как они называются, и вот того, что называется мета-истории. Ну, просто чтобы было немножко понятнее, я могу просто сказать, что как бы сама концепция мета-истории, это концепция очень древняя. То есть, в принципе, все традиционные культуры, которые существовали много тысячелетий назад, они исходили из того, что человеческое бытие определяется взаимодействием людей и потусторонних существ. Богов, демонов, дебиургов, там, по-разному это все называлось, в насисизме их называли архонтами. Вот. И вот именно вот эта игра потусторонних сил, она формирует нашу реальность. То есть, когда мы жили в материалистической канве, считалось, что все причинно-следственные связи, они поделяются там деньгами, едой, оружием и так далее, и так далее, и так далее. Но мы видим даже на нашем коротком промежутке истории, что реально факты действующие, они совершенно иррациональны. Вот кто мог еще, так скажем, за три года предсказать гибель Советского Союза? Это было как бы с точки зрения иррационально, а в логике абсолютно весь нереально, потому что государство было очень мощное в военном отношении, мощный клан был и все остальное. Но тем не менее, оно рухнуло в мгновение, и вот тут уже, конечно, инфернальные потусторонние силы, они помогают понять, что за этим стояло. И как раз вот Даниил Андреев, действительно, вычленно очень много таких вещей, очень интересных, очень глубоких. Ну, опять же, значит, Даниил Андреев, вы, конечно, читали очень тяжело, потому что ризионерская информация, она очень не похожа на наш обыденный опыт. Там много терминов, образов, поэтому я уже довольно давно сделал карты по Даниилу Андрееву, они есть в моих книгах, можно на вам часай зайти посмотреть, распечатать. И вот уже когда пользуюсь картами, это определенная навигация между разными слоями, что-то макара, тонкоматериальных слоев, нижних, верхних, демона сферы, и, соответственно, существ, которые все это дело населяют. И вот уже как путеводие с книжкой, действительно, кем вычитать тяжело, но взять в эти карты, вы получите большую подспорь, большую поддержку. И там же краткое описание, вот у меня книги «Мистический космос», подробно достаточно изложено. Тоже это можно у нас с сайта, там вот, в старой моей книжке можно бесплатно скачать с нашего сайта. Вот, и, конечно, мета-историю, ее интересно смотреть с разных культурных традиций, поэтому мы от наших исследований стараемся мета-исторический взгляд такой синтетический делать. И здесь, конечно, уникальность Даниила Андреева отрицать невозможно, это именно связь с нашей православной традицией, но вклад в великих цивилизаций древности, конечно, он дает очень много, позволяет многое понять. Скажем, если брать европейскую культуру, это как бы классическая античная философия, которая описывает все исторические события, как события, связанные с миром богов, богов Олимпа, скажем, если взять позднюю античную традицию. То есть боги и герои – это дети богов, как правило, то есть дети Зелса были все основные герои, там, от Геракла, Тесея и так далее. И вмешательство вот этих вот слоев в нашей реальность, оно определяет то, как будет разворачиваться историческая история. И самое важное, что у людей появлялись идеальные рычаги на эту историю влиять с помощью подношений, жертвоприношений, обрядов определенных. Это тоже элемент культуры, которая у всех-всех народов существует. То есть вот жертвоприношение – это не обязательно должно что-то быть кровавое, это может быть чистая энергия, это может быть огонь, это могут быть какие-то благовония, но вот эти обряды не существуют у всех народов, начиная с шаманизма. И, конечно, здесь очень подробное описание вот этих метаисторических процессов мы можем увидеть в индийской традиции. Это Рамаяна, Махабхарата из таких более-менее популярных текстов, которые относительно легко почитать, потому что есть адаптированные переводы, есть очень неплохие фильмы. И там тоже вся история человечества, она описывается как постоянное взаимодействие нескольких слоев миров богов, миров демонических, они называются мирами ассуров. Понятие демона – это христианский образ, поэтому его, в принципе, не стоит применять, потому что оно делает такое жесткое деление, абсолютное зло, абсолютное добро. Если мы говорим об ассурах, это относительное зло. То есть это элемент природы, который тоже нужен. Поэтому, когда мы говорим о демоне государственности, да, он может нести зло, он может быть негативен, но это необходимое элемент существования системы. Поэтому и ассуры, если мы посмотрим индийские эпосы, их никогда боги не истребляют, а просто их контролируют. Когда какой-то из ассуров захватывает слишком большую власть, происходит вселение бога в тело человека, этот бог корректирует ситуацию. Ну, классика – это Рамаяна. А можно спросить сразу? Я вот там вставил фильм эту вещь. Вот слово «ассур» и слово «уэссровон». Может быть, что там разные транскрипции одного и того же понятия? Ну, как любой архетип, там, конечно, много образов включается. Поэтому перекличка с ассурой медицей. Ассурой медицей. Да, но просто надо еще что учитывать, что в разных цивилизациях роли богов и ассуров меняются. Вот, скажем, в индийской традиции боги – это дэвы. Ну, боги, опять же, смертные существа. Это не высшие боги, как Шива, Вишну, Рахма. Вот, а ассуры – это, как бы, отрицательные персонажи, которые борются с богами постоянно. А если мы возьмем за растрезом, то там, наоборот. Ахуры – это хорошие существа, а дэвы – это демоны. Это также перешло уже во многие исламские традиции. То есть, видите, как вот получается, на самом деле, что-то вроде игры. Два игрока, они могут играть черные, могут играть белые. В начале 1943 года Даниил Андреев участвовал в переходе 196-й стрелковой дивизии по заснеженному льду Ладожского озера. И после двухдневного пути через Корейский перешеек вошел поздно вечером в осажденный Ленинград. Перед ним вдруг сгустилось и засверкало чудовищное по своим масштабам и накалу противостояния непримиримейших началу. Демоническое существо, которого касался этот опыт, много позже он обозначил в своих книгах выражением «Третий Уицераор». Его размеры и облик внушили ему трепет ужаса, и только веящее блистание приближавшегося духа народоводителя нашей Родины, демиурга России Яросвета, уберегло его разум от непоправимого надлома. Ваши интеллекты и интеллекты присутствующих направлены в одно, мне кажется, интересное направление. Вы говорите слово «играл» упомянули, да? Но мы-то живем, как Андрей говорит, что в Энрофе. Мы живем реально, мы живем физически, в телах, проживаем свои жизни. Нам кажется, что мы живем реально, на самом деле... Подождите, давайте. Мы живем все-таки реально. Хотелось бы с помощью этого метода, вот как вы считаете, можем ли мы на самом деле понять, где мы сейчас, куда мы двигаемся, что будет дальше? Видите, я вам предложил вот эту, так сказать, версию, что как в логике Андреева получилось, что Стэринг Даун разжирел, так сказать, с помощью Рима Шорса. Для меня, как бы, тоже меня ругались, что ты там антисевит, так сказать, я ввел эту линию сам, что вот антисемит на либеральной тусовке на Афтокфесте, там наехали, так сказать, ну причем здесь, я говорю, а вы что, отрицаете наличие сионизма и то, что у сионистов огромное влияние через финанское, вы что, это отрицаете, что ли? Это же всем известно, это уже на первом канале было. Вот кто-то нашли мне, так сказать, какого-то революционера. Я вот это явил, Рима Шортс Теббинг, это, так сказать, сладкая парочка, как и сказал этот актер, который пытается и активно влияет. А вот теперь, смотрите, вот настоящий момент. Вот прошло, значит, с тех пор какое-то количество времени, вот вам, пожалуйста, сейчас ситуация какая. Значит, Теббинг, значит, сунуться базию, так сказать, в котором он очень хорошо поработал, обрушив Ливию, обрушив Саддама Хусейна, так сказать, очень хорошо, крепко. Ему дали подзад коленку, на то, да, так сказать, выкатываться. Сейчас наш начинает залезать, китаец присматривается, да. Значит, Европа, как проститутка, смотрит тут, где-то, туда-то, сюда, астану явно славный. Вот у меня такое ощущение, что есть какие-то вот металлические проекции, как будто там, знаете, какие-то вот действительно ребята такие вот, конкретные, абсолютно существа, они друг друга ботаются, а вот вот эти, так сказать, какие-то муравьи бегали, и поздними, и знаешь, что с нами будет. Вот, и можем мы, так сказать, а что же дальше? Если смотреть по логике Андреева, значит, следующий, этот самый, человекоорудие должно быть крепче, чем то, которое есть сейчас. А чтобы оно было крепче, ему нужен Гавах. Ему нужен Гавах и Шава. Шава – это излучение государственного комплекса. Он ввел этот понятие Шава. Вот Путин сейчас сделал такой, он подпитывается Шавой, он укрепил государство, все стороны государства лезет во все щели, демократов зажимает, нет свободы, он жрет Шава. А следом, значит, должен быть Гавах, а Гавах – это кровь. И тогда он будет еще сильнее, правильно? Вот посмотрите с этой точкой, что происходит. Вот как вы, как думаете? Нет, ну, на самом деле, не все так просто. Просто надо понимать, что Даниил Андреев использовал те понятия, которые были в его информационном пространстве. Он жил в определенное время, время, когда он не имел доступа к огромному количеству информации, сейчас мы имеем, и так далее. Так вот, значит, если мы говорим о Гавахе, Энсофе и так далее, там много разных категорий, которые – это эротическая энергия, энергия страдания, насилие, энергия государственности. Все это можно назвать одним словом – это жизненная энергия. Прана, Ци, она по-разному называется в разной цивилизации, смысл один и тот же. Если мы возьмем уже, как бы посмотрим современную интерпретацию, ближе всего это понятие энергоэнтропии, которое используется в нервной листах термодинамики, синергетике. То есть это антихаотический фактор, который нужен всем. И в принципе, вот если мы посмотрим древние тексты, и ведические, и индуистские, и китайские, там очень подробно описаны обряды подношения. То есть как происходит обмен энергиями между богами и людьми. Это именно тот фактор, который определяет равновесие мира. То есть демоны были всегда и будут, светлые силы будут всегда и будут. Но контроль гармонизации идет, когда балансируются эти энергии. Вот пример тоже из этих историй. Вы знаете, за что нам казали так жестоко Прометея? Не за то, что он дал огонь. Он научил людей, как обманывать богу во время жертвоприношения. Залогом существования людей было жертвоприношение. Да, и можно обмануть богу. Да, то есть люди обязались давать лучшие куски мяса, бросая их в огонь. Рометей сказал, зачем бросаете лучшие куски мяса, боги все равно слушают только дым. Бросайте кости, потроха, шкуру, то, что не годится. А сами, да, сами кушайте лучше мясо. И тем самым... И все же самый значительный, самый грандиозный по масштабу охвата опыт Даниил Андреев получил во время своего пребывания в тюрьме. Точнее, в политическом изоляторе. Длинные ряды тюремных ночей превратились для него в сплошное созерцание и осмысление. Незримые, а порой и видимые, проводники водили его по пространствам иных миров. Он видел миры восходящего ряда, где сонмы ангелов, даймонов, великих душ, творивших добрые дела на Земле, продолжали творить во славу Божию ради просветления земного человечества и облагораживания всего планетарного космоса. Он опускался и в нижние слои вплоть до тех, что прилежат к толщам земных магн, и наблюдал, как бесконечно страдают, выполняя свой искупительный труд те, кто на Земле служил силам зла, кто надменно не верил в существование высших управляющих начал, кто купался в земных благах, высокомерно отделяя себя от всех остальных. Воистину, страдания их были ужасны, и их нынешнее положение вызывало у него сострадание. Однако законы космоса неумолимы. Грандиозные панорамы Шаданакара, или планетарного космоса, открывались Даниилу Андрееву, завораживая и ошеломляя своей вопиющей реальностью, логичностью устройства, строгостью этического упорядочения. У него не возникало ни малейшего сомнения в том, что наблюдаемое им там было столь же реально, как и привычная реальность нашего земного мира. Есть масса различных моделей описания исторических процессов. Есть классические варианты, то, о чем вы говорили, в метеоритетном плане. Есть теория, которая говорила о том, что историю двигают герои. Есть, вот, допустим, мне нравится очень идеология, которую предложил Лев Гумилев по эпогенезу и так далее. Да, пассионарность генеральная. Пассионарность, она великолепно поясняется. И самое главное, что? Вот чем она хороша? Она в определенном плане подает тебе возможность прогнозировать возможное развитие. Причем прогнозировать не из того, как я, и в пальцах, а в общем, исходя из тех принципов и из тех положений, которые он заложил в эту теорию. Вот с этой точки зрения у меня возникает вопрос. Вот эта модель, которую предложили в Неверситуте, в каком плане, как она может быть использована для прогнозирования развития? Потому что, ну, фильм у вас очень хорошо, мне фильм понравился, все прекрасно. Но, тем не менее, в общем-то, скажем так, те предложения, которые изложены, они, в общем-то, ваши предложения, они очень уязвимы для критики. Они не очень опасно. Предложить предложения? Ну, вот, скажем, та интерпретация развития его концепции на более дальний период. Я не предложил. Предложение может быть и совсем правильное. Так вот, я хотел спросить, с вашей точки зрения, ну, с вашей точки зрения философа, каким образом та концепция, которая предложена Андреевым, оригинальная концепция, интересная и прочее, она может быть использована, ну, с точки зрения прогнозирования развития. Вы знаете, значит, что я попробую сказать, я очень об этом говорил. Во-первых, вы знаете, что для меня важно в концепции Андреева, вообще в этом, в этом огромном домирате, который он создал, в нем содержатся некие, значит, измерители. Ну, такие вот, как вам сказать, универсальные измерители, с помощью которых можно, приложив к реальности, измерить параметры некоторых составляющих нашего бытия. Я сейчас вам поясню, что я имею в виду. Например, соотношение в реальной жизни, вот в реальной текущем ряду событий, исторических соотношений темного и света. Когда, значит, я, значит, там, наблюдаю, что показывают по нашему телевидению, когда включают канал ТВ-3 или НТВ, работающих на миллионы, или когда мы идем в кинотеатры, смотрим, что показывают в кинотеатрах, вообще, что выпускает Голливуд, и вот в интернет залезть и посмотреть, для меня совершенно очевидно, как бы, вот, становится, что 80% вот этого пространства, они связаны с Гошарой, с тем, что называют Гошарой, эманациями Дукар, Гошара, вот эти ниже стоящих рядов. Потому что Голливуд чудовищными масштабами, чудовищные масштабы, продуцирует вот эту генерацию демонов в экранах. То есть появились новые какие-то совершенно существа. Он там, кстати, Андреев в книге пишет, что когда-то, значит, он увидел раруги и игвы поднимутся. Вот, и вы их не отличите от людей, они будут среди вас. То есть именно образование демонов на человечестве. Да, они будут среди вас, но вы их не узнаете, но они будут обладать более совершенными телами, чем вы, и они будут повелевать вам. И вот с этой точки зрения, вот эти монстры, которые возникли, они же все не просто на экране. Они же возникли в том карме. Они там уже реально. А зрение пишет, да, что герои литературных произведений, он когда ходил по Затомесу, он видел там героев. И Евгения Онегина там видел, и Печорина, и Базар. Он их встречал, и живые люди там. А представьте, что вот эти монстры, они же там тоже обитают, они все вот полную. Понимаете? Значит, вот с помощью этого измерителя, мы, наоборот, погружаемся в некую, так сказать, очень тяжелую ситуацию, когда демонизм, значит, вот этот вот наступает со всех сторон, и очагов света, как он и предвидел, становится все меньше и меньше. И более того, у него есть в конце книги «Роза Мира». Потрясающая вот эта вещь, как он написал приход великого, великого демона. Он написал, что появятся, очень талантливый человек, он универсал, так сказать, он будет талантливым, академик, музыкант, так сказать, будет масса, так сказать, людей на нем идти, потом к нему приблизится такого же уровня женщин, они создают союз самых красивых людей планеты, и затем постепенно он получит тело, которое состоит не из Си Айры, как наши дела, Си Айры, а из короха. Короха совсем другая молекулярная решетка, другие атомы, ее можно разрешить это тело разрушить, только направленным ядерным взрывом. И вот этот человек, вот это существо, значит, создаст мир, в котором будет полностью осуществлен контроль за мыслями каждого из людей. И вот когда, вот сейчас, у себя 30 лет, я смотрю за этой реальностью, за тем, что там, так сказать, тот же Юваль Харарий говорит о том, что вот уже, так сказать, Амазон смоделировал каждого из нас. Уже есть модели цифровая, что мы любим, кто мы такие, куда мы ходим, какие у нас направленности, и он может создать модель, как повелевать каждым из нас. Как только появятся сейчас квантовые компьютеры, которые десятки тысяч раз мощнее, чем ты, и отпадет, вообще, так сказать, проблема шифрования, станет доступно все всем, а контролировать будут те, кто у пульта. Понимаете, разве это уже, вот это про возвестие, оно не приблизилось ли? Я имел великое счастье бесед с теми, кто давно ушел от нас и ныне пребывает в синклите небесной России. Близость великих братьев вызывала усиленное биение моего сердца и какое-то торжественное благоговение. Слышал ли я их голоса? Слышал, но не физическим слухом. Они проникали в меня откуда-то из глубины, изнутри, как будто бы из моего сердца. Эти встречи порой происходили днем в людной тюремной камере, и тогда я ложился на койку, отворачивался лицом к стене, чтобы скрыть потоки слез захватывающего счастья. Как это делать с компенсивой? Соответственно, нам надо тоже эту культуру восстанавливать и использовать. Есть очень много вещей, связанных с символикой, с образами. Вот, скажем, число 11. Все помнят взрыв ВТЦ 11 сентября 2000 года. Этот взрыв, он произошел вполне целенаправленно. Это было как раз гигантское жертвоприношение, которое устроили американцы. Ну, скажем, вот эти тайные инфернальные структуры, которые там, тэблинг, ничего как-то можно назвать, стоят за Америкой. То есть, представляете, причем приглашение было не убийство людей, которые погибли в этом взрыве. Это энергии тех людей, которые все это смотрел по телевизору. То есть, это была самая гигантская массовая акция. И время было выбрано такое, чтобы в это время максимально людей были у телевизоров в тех странах, где есть телевизоры. Ну, там, в Африке их мало. Европа, Россия, Америка. Это был как раз идеальный вариант времени. Вот эти обряды обмена энергиями между людьми и боками, они, к сожалению, утеряны в социуме. Их используют различные оккультные, тайные структуры. Ну, условно говоря, масоны. Конечно, масоны уже не со стены сошли. Вот, те же нацисты. Констагеря нацистские. Это были фабрики генерации вот этой вот жизненной силы, которая подпитывалась. Я вот бывал в Польше, в Германии в этих констагерях, которые сейчас как музеи. Это действительно страшное ощущение, если ты чувствуешь энергию. Это что-то инфернальное, потустороннее. Это не место заключения. Именно фабрика, обрабатывающая. Да, да, да. Там портал, проход. Они в этих местах констагеря и строили, и так далее. Сейчас мы можем делать эти энергии каким-то другим способом. С помощью искусства. С помощью каких-то архитектурных сооружений. Вот те же самые мегалиты, лабиринты. Это древнейшие технологии, которые позволяли балансировать энергии космоса. И вот, опять же, в Китае часто езжу. Значит, с одной стороны, коммунистическая страна, материалистическая. Но с другой стороны, вот каждая сотовая вышка, если были бы в Китае каким-то рядом ступо ставят, будет искать. То есть, они компенсируют негативные энергии, которые генерируются вот этими жуткими совершенно сооружениями, отбезерно-жуткие сооружения, что-то в России, которые разрушают нашу информационно-энергетическую среду. Вот. Но они придумывают, как это дело скомпенсировать. Сотворение, а точнее, восстановление русского народа после трагических веков безвременья, было предопределено демиургом Герасветом и соборной душой России Навной. Леса и степи будущей европейской России представлялись достаточно емкими для расселения в грядущем громадных человеческих массивов, а к востоку открывался еще другой, неисчерпаемый пространственный резерв, простирающийся до Тихого океана. Это была не страна, а целая часть света. И от предчувствия событий, соразмерных с ее масштабами, могло бы захватить дух, причем не только человеческий. Но активизация светлых сил всегда во всемирной метаистории вызывает активизацию сил противобога. В XIII веке на юного, еще не окрепшего Яросвета верховным водителем сил тьмы Гоктунграм направляется демонический гигант-чудовище, воинствующий уитц-раор монгольского племенного массива. Это был первый могучий удар, обрушенный на Русь Гоктунграм. То самое метаисторическое событие, которое стоит за великой катастрофой нашей истории – нашествием монгола-татар. Под ударами монгольского чудовища русский эгрегор был смят и растерзан на клочья. Возникшее движение к народному единству было прервано. Народное тело было рассечено на множество частей, которые едва сохраняли в себе жизнь и способность к будущему воссоединению. Очень хорошо сказано было там, что вы не забывайте, что в каждом человеке, в каждом зерно дьявола… И для того, чтобы все изменилось, нужна другая философия. Вы знаете, Андреев очень любил Божью Матерь, и многие предсказатели сказали, что не только Россия, но и весь мир спасется только новой духовностью. Понимаете, не вот этой религии, а только ту духовность, по которой будет жить по доброму универсуму, уставу доброго универсума. Вот только тогда спасемся. А жертвоприношение, извините, пока мы убиваем животных, нас будут убивать. В основном понимают, что мы живем в многомерном пространстве, и тот мир, где мы живем, это только его трехмерная проекция. А когда мы говорим о других существах, которые их окружают, мы чаще всего понимаем, что вокруг нас огромное количество тех существ в нашем же пространстве, которых мы не видим. Микробы, электромагнитные излучения, радиационные поля – это все вокруг нас. Включите телефоны, вы их увидите и услышите. Поэтому обмен взаимодействия между этими слоями, между слоями высокими и нижними – это самая важная вещь. И надо понимать, что когда я говорю про жертвоприношение, значит, кого убивать надо. Это неграмотность. Есть жертвознание, которое называется в индуизме, то есть я просто читаю матру, молитву, все, никого не убивает, никого не дорезает. Она считается самой высокой. Это обмен энергиями. Как бы мы говорим об открытой системе, где обмена энергии. И другой вариант, загнутая система. Есть какой-то вампир, паразит, о котором мы говорили, который высасывает там гавак, другие формы энергии. Вот наше задание – систему сделать открытой. Тогда она начинает развиваться. Это то, что физики называют дезипативной системой. А если система замкнутая, подчиненная жесткой иерархии отсутствия, она быстро очень погибает. И тогда демиорг русского народа был поставлен перед выбором. Либо он отказывается от своей миссии, то есть от создания России земной и России небесной, либо соглашается на создание в нижних мирах, прилежащих к России, демонического шрастра, то есть слоя, населенных демоническими существами. В этом случае к управлению государством был бы допущен могущественный и полновластный демон. Демон великодержавной государственности. Или ойцраор. Демиорг понимал, что враждебным орудием темных сил должен быть противопоставлен противник из их же стана. И тогда он сделал свой выбор. Демонические силы создали российский шрастр. Первый демон великодержавной государственности воцарился, чтобы править страной вместе с Демиоргом. В фильме не затронутая все-таки исламиц... После 59-го года Андреев этого не мог как-то предсказать. Но вот исламизация, что вот идет именно нашествие вот этих демонов. Вы говорите про древние индусские, индийские и все прочее. Хорошо. Но сейчас-то наше что? Что идет? Идет же чернота. Где идет вот эта кровь? Откуда она идет? Она идет. Да, вы правы. Вы понимаете, я вот, так сказать, когда тоже просматривал этот план, метафизический план, который имеет отношение к нашей стране, к России. и прочитав много книг, как касалось касающихся этой тематики, у меня, знаете, возникло такое ощущение. На протяжении 20-го века, конца 19-го, 20-го века, некие высшие силы, явно светлые, да, они нам протягивали руки. Они пытались именно через Россию дать некие учения, которые как бы открыли нам глаза, на нас и на реальность. Вот посмотрите, я с удивлением сейчас обнаруживаю, что у нас вообще на этом пространстве доминирует негативное отношение к тому, что осталось после Елены Петровны Балавадской. Я все время стал, когда люди мне об этом говорят, и те же, кстати, священники, с которыми я общался, когда я начинаю их аргументацию услышать, я выясняю, что они не читали это, и непонятия об этом не имеют, потому что я так точно знаю, что Балавадская сама только в отчасти имеет отношение к этому труду, сложнейшему, где на каждой странице десятки ссылок на какие-то книги, которых нет вообще в природе, физически нет, а знание настолько плотное, которое раскрывает разные происхождения Вселенной, и тайны атома, и происхождение биосферы, и строение человека, и движение человеческих рас дали через русскую женщину, которые отобрали там из тысячи. Затем проходит 25 лет, появляется еще значит, двух людей, значит, и находит опять женщину, через нее дают в упрощенной форме то же самое, на другом языке я имею в виду Елену Иванури, то же самое в учениях, которые в деталях объясняют процесс космогенеза, антогенеза, так сказать, антропогенеза, вот, подробно все описывается, опять, мы проходим мимо, никто это о них не знает, не смотрит. Потом в этом же веке возникает Даниил Андрей. Я вижу, что это все из одного источника. И кроме этого еще маленькое есть локальное такое проникновение, это Конкорде Антарго. Потому что, конечно, совершенно без провиденциальных сил обычной русской певицы, да, которая там выступала в Большом театре, пела какое-то время, потом вдруг передвановил информацию, написала вот эту осоломляющую книгу «Две жизни», которая описывает вот этих высших учителей, их мышление передает. Но это не может быть просто так, понимаете? Это метафизическая инвальтация со стороны лидер, как Андрей Петрович, с инклитамира или высших сил. То есть они нам кидают это представление, это берите, пожалуйста, возьмите, но не берут же. В индийском мыпсе действуют асуры, а у Андреева уцераоры. Я думаю, что Андреев и индийские мудрецы Шраман видели одних и тех же существ, мощных, могущественных сущностей демонического мира, которые просто распоряжаются миром судьбы целых народов, понимаешь? Да, возможно, вы правы, но суть это не меняет. Чаю подлить? Да, спасибо. По Андрееву получается, что Россия всегда была тиранией. Уцераоры требовали правителей держать на руках в рабстве, захватывать территорию. Да. Уцераор становится сильнее, чем больше территорию он контролирует, чем больше его народа, населения. это и есть сопровная точка. Мета-история. Получается, что Россия всю свою историю усиливала влияние демонов, уцераоров в мире. Такой вывод логически следует. Так же? Усиливало влияние? Не думаю. Я считаю, что сила уцераора это величина постоянная. Ее нельзя усилить, увеличить. А от нас здесь зависит, чтобы мы следили, где она вырвется, где она прорастет, понимаешь? А русский народ очень много страдал, очень много пролил крови. Он всегда пытался задушить, заглушить эту силу, понимаешь? Народ внутренне устремлен к свету, к доброте, к правде. Вопрос, если можно. В чем вы видите смысл вообще этой методики как таковой в предскоре многофильда пилософии? Смотрите, в силу того, что меня всю жизнь последние лет 20 отливает идея создания какого-то универсального мировоззрения. Даже книга у меня есть. такая философская доктрина. Называется «Носверная доктрина». Мне хотелось бы, чтобы и Россия, и человечество обрели как бы систему зафиксированных знаний. Понимаете? Вот если сейчас посмотреть, вот есть такая фраза, мой, так сказать, друг Кричев, философ, сказал эту фразу, что «Человечество без мировоззрения подобно путнику, вышедшему на маршрут без каждой местности». И сейчас человечество, оно на самом деле не имеет мировоззрения. А что такое мировоззрение? Это твердое понимание насчет трех вещей. Космогенез, то есть представление. Космогенез, как возникает бытие, как ему. Вот, это онтогенез, то есть такие законы действуют бытие, и антропогенез, то есть представление биосферы человек. если сейчас взглянуть на нашу реальность, там школы, институт, университеты, у меня там дочки учились, хороших, дочек в школе чувствуют, вообще это не дается. Сейчас, многие считают, что, скажем, если говорить о бантропе, что теория вот этого Энгельса, что обезьяна взяла палку и стала человеком постепенно, что она работает, понимаете, музей Дарвина, пожалуйста, существует, хотя уже всем давно известно, что дарвинизм это, так сказать, маргинальный совершенно вид, который никак не соответствует современного уровня понимания. А потому что по поводу космогенеза, вот Путин там выступал на Малдайском клубе, он будет, его спрашивают, такой вопрос вас очень интересует, говорит, вот мне вот интересует, как сирена возникла, и вот мне сказали, что это большой взрыв, там, что все разлетелось, а я когда спрашиваю, а кто, каким образом, кто же его, значит, взорвал это все-таки, они говорят, мне Академия наук, говорят, так это, значит, это к попам, это, то есть, к священнослужителям, вы понимаете, вот такой вот уровень мышления у высшего, я понимаю, да, что, значит, Библия, та, свя, первая голова бытия содержит, так сказать, в определенной благотворительной форме ответ на этот вопрос, но сейчас, когда вы имеете доступ к знаниям, то процесс космокинеза, он становится все более-более понятным, понимаете, что такое смысл, как они зашиты в семантический вакуум, то есть, всеобщее ничто, ну, вы представьте, твердое вещество во Вселенной составляет одну-одну триллионную, таскать, всего пространства, а чем же заполнена вся Вселенная, а там температура, почему-то, минус 273 твердо стоит, почему она там держится, 273 года, так теперь оказывается, что все это пространство, оно заполнено от определенного рода темной материи, метафизика, это тот уровень знаний, то есть, тот смот знаний, который еще не открыт, поэтому называется метафизика-эзотерик, он постепенно не открывается, поэтому нам нужно расширять сознание людей, чтобы они допускали, что они живут в этом пространстве, и что есть много-много всего вокруг нас, и в том числе множество, бесконечное множество цивилизаций разным уровнем, и нет ни одного планетного тела крупного, на который бы не было разумной жизни, потому что это не вмещается, потому что, на самом деле, если вы сейчас обвинут на вопрос, детский вопрос, который мне в университете еще там задавали, что первично дух или материя, и мне не давали в университете философском факультете, давали такой ответ, что дух и материя противоположны, значит, и материя первична. Но не дух, а сознание. Вот, об этом и... Правильно. Нет, не дух и материя, есть единая, единая субстанция, есть глобальное сознание, глобальное сознание макроскопик космическое, из которого продуцируется, продуцируется все, все возникает из него, и оно в нас, и вне нас везде. А как будто там... Иоанн IV стал последним из значительных человекоорудий первого Уицераора России. Именно в практике его царствования проявилась та трагическая двойственность, духовно и реально практическое, происхождение которой связано с одновременным воздействием двух противоположных начал. Именно при Иоанне IV завершается тот период деятельности первого демона в великодержавии России, когда особенно мощно укрепляется тонкоматериальный контур русской государственности. Однако Иоанн IV является собой ярчайший пример родомысла тирана, то есть личности, блистательно вступившей на поприще обширной культурно-государственной деятельности, но впоследствии сорвавшегося в пучину инфрафизических слоев. Можно легко проследить, как совмещались в Иоанне IV, то сливаясь, то вступая в борьбу, влияние демиурга сверхнарода и воинствующего демона великодержавия. Страшная посмертная судьба Грозного была предопределена тем, что некоторые свойства натуры сделали его легко доступным, бессознательным духовным подменом. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ 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 Как реплик, там же говорить невозможно. Когда вы говорите много о метафизике, я все-таки хочу сказать, что обязательно надо в мировоззрение из тех трех элементов, какие вы называете, оно не складывается. Есть еще тип мышления. И вот в вашем фильме, одно из замечательных фильмов, но одно из настораживающих меня, это тип мышления вашего профессора и уж не говоря студентки Сорбоны. Вот тип мышления, как вы сами оцениваете. Я бы сказал, что очень примитивный, очень простенький, без всякой диалектики, без понимания казуальных и очень многих сложных вещей. И вот когда такие люди с таким мышлением будут создавать мировоззрение, есть очень серьезные проблемы. Они не поймут ту противоречивость мира, не говоря уже о современных там системах физических и так далее, которые позволяют человека хотя бы понять целостно. И поэтому, как итог, сейчас много метафизик, называемых русскими, другими, опровергающими и так далее. Но вот момент, связанный с диалектикой, с типом мышления, который надо разбивать, он сам собой не сформируется. И вот здесь у меня к фильму есть вопрос. Сокрушение неожиданно набравшего силу в начале девятнадцатого века агрессивного Уицераора Франции, имевшего сильное и умное человека-орудие, знаменовало собой зенит мощи и зрелости второго Уицераора России. Это был первый, по-настоящему значимый плод его сотрудничества с Демиургом. Не имея на тот момент подходящего человека-орудия в Энрофе, они распространили свою инспирацию на весь немногочисленный народ, сплотив его и подняв на борьбу. Это был первый выход на всепланетарную арену духа народоводителя России Яросвета, когда его величественное блистание стало хорошо видно во всех мирах. После этой победы, достигнутой совместными усилиями Демиурга и Уицераора, произошло нечто необъяснимое. Второй Уицераор пошел на послабление в отношении соборной души русского народа Навны. В течение целого столетия, вплоть до крушения Первой империи, она получила возможность выходить из крепости в Друкарги, овевая народ эманациями своей светлой материнской любви, сообщая ее творцам и мыслителям посылы творческого вдохновения. Благодаря этому целой плеяди могучих, человека-духов, пребывавших до того в различных слоях небесной России, открылся путь к воплощению в Энрофе. Один за одним приходили они, чтобы совершить свои величественные миссии, чтобы одарить народ своей мудростью и плодами вдохновенного труда. Даниил Андреев назвал эту удивительную плеяду российских художников и мыслителей вестниками, а само явление вестничеством. Всего лишь за столетия в России возникла проникновенная поэзия, глубокая и высокохудожественная литература, самобытная и живопись, музыка, театр и философия. Так произошло формирование основы метакультуры русского народа, ее главных затомисов, основы, без которой ни один народ не способен в полной мере осознать свою сущность и свое предназначение. Ключевой момент здесь, вот то, который все-таки очень хорошо вы успели где-то ухватить, когда европейское философское христианское сознание все-таки хоть одной фразой адресуете с китайской и индийской цивилизацией. Когда я меня так посчастлива спела чай с Леоним Николаевичем Гумилевым, вот, я сделала на его семинары в Питере это самое, занималась, потому что Данил Андреев это мой коллега, то есть я его коллега. Я защищала диссертацию по философии и историк. И конкретно по Хомякову Алексею Степановичу, который в середине 19 века доказал, что древнерусские языки на 70% совпадает это один тот же язык, вот, и очень многие моменты русской пантеистического мышления, они соответствуют ведическому сознанию. И когда я читала Данила Андреева, вот, то я вот и тоже и вас прозвучала, что это работа, которая вот этот про про матерный наш философский сверхглубокий архетип мышления ведический как-то воспроизводит на переломном этапе развития мыслительной культуры России. Почему я еще хотела этот фильм показать? Мы сейчас все в состоянии страха и жути, потому что последняя лекция Сергея Петровича Капицы, если вы помните, она была посвящена демографическому взрыву перенаселенности планеты и связанной с этим революционным конфликтом и падением общего уровня, общего качества населения Земли. Качество людей при этом уходит радиолегий в их глубинных серьезных основах и качество мышления и качество личности во всех цивилизациях при этом снижается в потребительское общество и так далее. Кстати, ваша реплика о диалектике каузальности сильно встает. Современной интеллектуальной мировой культуре с ее облачными информационными технологиями каузальный способ мышления мира он уже ушел в прошлое, он в предшествующем этапе мировой цивилизации. Современная другая. Вот, последние две фразы. Чем велик Даниил Андреев? Помните, Левниц не был опубликован почти сто лет? Математика Левниц сто с лишним лет полежала? Потому что она опережала свое время на сто лет. Когда мы говорим о современной цивилизации, которая складывается в первый раз как единая мировая цивилизация в едином информационном пространстве, значит, мировоззрение складывается медленно. И современно оно складывается как диалоговое мировоззрение, в которое входит культурный потенциал прежде всего России и Индии. Дионисий Ария погиб. Величайший мистик христианство 4 век. Для нас элементарное извините меня песновение на каждой службе о втором пришествии Христов. Для меня просто проблема нет. Пришествие от Дихости второго пришествия Христов в конце мира. Это все понятно. Но он говорит о том, что в конце мира соединяется ведическая культура брахманов и христианская единственная развитая теория в вершек мистических сетях. 9 этажей мистических сил христианстве. 9 этажей духов, как вы знаете, учения об этом проповеди говорят. И что общей религии в мире только три у нас. Христианская, есть язык, физическая и в Китае есть учение духа. Мусульмансы в принципе не религия. Там нет учения о святом духе, там эртологии вообще нет. Поэтому политическая, харитматическая черная сила выступает сейчас вызовом, который подталкивает нас именно к страшному суду, к концу мира и ко второму пришествию Христова. То есть Даниил Андреев на сто с лишним лет опередил, может быть или меньше, вот это со складыванием нового философского мировоззрения и мышления, когда складываются глубинные ведические мышления, христианские мистические прозрения высших первых веков христианства и современные общемировые ситуации. Странное дело. Имея такое количество выдающихся умов, Россия так и не смогла создать какое-то свое особое мировоззрение и в итоге стала полем для идеологических экспериментов. За какое-то столетие народу дважды навязывали новую религию и он каждый раз ее послушно принимал. Возможно, это было следствием двойственности народного сознания, о которой писал Даниил Андреев. Он считал, что христианство так и не смогло полностью вытеснить более древнюю и более полноценную мировоззренческую систему, почти утраченную народом после глобальных катастроф и все же продолжавшую жить в недрах народного самосознания. Несомненно, что акт крещения Руси был деянием провиденциальным, состоявшимся согласно воле Демиурга. Христианский миф первое время вливался в сознание народа мощно, привлекая сердца многих образами Вседержителя, Пречистой Девы и Святых. От святынь Ярусалима и Афона, от купцов Царьграда устремились белые лучи, согревая души и приобщая их к религиозному творчеству. Однако принятие христианства не привело к строгому пребыванию души народа в одной религиозной колее. Внимательный взгляд легко обнаруживал слой образов, насыщавших сознание народа огромный пласт таких, которые не имели отношения ни к идеологии, ни к пантеону христианства. Это древнее славянское миропонимание, которое Даниил Андреев назвал прорессианством, после прихода христианства отодвинулось в тень на второй план. Но великие леса надежно хранили в своей глубине связь человеческого существа со стихиалями, волхвование кудесников, игрище во славу творческих сил, чары колдунов, обряды, связующие человека с незримыми обитателями и хозяевами природы. Это был отзвук великой цивилизации, некогда прошедшей и давшей миру неповторимый опыт. Цивилизации, развитие которой было прервано внезапными и роковыми космическими событиями. Есть дорога изримых мощных существ. Не встаньте на пути этих высших сил. Умейте их вспоминать. Это идет более глубоким моментом. Я бы сказал, вы затрагите не реальную структуру мира, которую по всей религии ученые только нашли. любая бабушка в церкви знает. Спасибо вам большое.